всем здравия я роман головин и сегодня мы с вами поговорим о курении ну казалось бы что еще можно сказать все уже взрослые люди все понимают что курить не надо но все равно очень много населения курит и так что можно по поводу курения сказать можно очень долго говорить насколько курение вредно да то что зубы желтые становятся выпадают зубы около 40 45 лет сразу все выпадают я например человека сразу определяю курит он или не курит очень много различных признаков кожа становится более желтая более морщинистая также зубы желтеют такие особенно когда человек много курит мужчина зубы как пеньки такие становятся во рту круглые неприятный запах изо рта лишняя затрата денег часто нельзя снять какие-то гостиницы даже многие не хотят чтоб люди курили люди не хотят покупать я например вообще не хочу покупать допустим если я покупаю машину чужую машину кто ездил курил в ней например все пропитываться этим курил там очень много вредных веществ около трех тысяч химических веществ которые содержатся в сигаретах из них 16 очень вредных которые относятся к канцерогенам наркотикам поэтому чтобы бросить курить нужно затратить колоссальное количество своих сил силу воли подключить на самом деле главное перетерпеть первые два дня а вот в этой дни когда вот эта ломка происходит человеку хочется курить все больше и больше существует очень много различных методов избавления от курения сегодня мы большинстве о них поговорим то что я как хирург еще раз подтверждаю когда я работал в больнице в госпитале под микроскопом микрохирурги лица я занимался и когда под микроскопом смотришь на сосуды то сосуды очень такие хрупкие становятся они рвутся берешь пинцетом чтоб шить два сосудика ниточками тоненькими а ниточки такие что тоньше чем волос в несколько раз и ты должен эти сосудики маленькие на лице сосудики очень маленькие не такие как на теле микрохирурги работают очень тонкие маленькие поэтому их Очень тяжело сшивать И вот пинцетом берется Даже такие маленькие сосуды рваться начинают Чем больше человек курит, тем больше сосуды рвутся В Америке, например, пластические хирурги Это первое противопоказание Чтобы не взять женщину На операцию по пластике На молочные железы Потому что пластические операции Они не жизненно необходимы Поэтому это противопоказание Сразу отказ В самолете, например Сейчас везде запрещают И в самолете курение В общественном транспорте И запрещают И на работе То есть курить сейчас не модно Но это не самое основное Модно или не модно Во-первых, вы разрушаете свой организм Не вы это тело получили Вам его дали Вы не имеете права его разрушать За телом и за тонкими телами Нужно следить очень внимательно Помимо того, что нужно вести Более-менее правильный образ жизни Двигаться, ходить пешком Естественно Не злоупотреблять наркотиками Многие считают Вот я там взрослым стану Я сброшу лишний вес Все это полная ерунда Вообще Об этом только мечтают дети Наверное Которые попробовав Потом сразу же должны бросить Это дело А когда же человек уже курит Есть несколько способов Да, но надо смотивировать себя Без мотивации ничего не получится Когда же вы найдете Ту причину По которой вы должны бросить курить Тогда у вас все пойдет Как по маслу Многие люди Они загнаны в угол В жизни У них депрессия Люди, которые же курят В основном Да, они Обычно отрицают жизнь То есть это вот психосоматическая проблема От которой вы избавитесь И все будет вставать на свои места Когда люди замещают в своей жизни Наркотиками Да, то есть Снимают стрессы Депрессии какие-то Которые вообще в норме У человека они вообще не должны появляться Нужно построить свою жизнь так Чтобы не было депрессии Чтобы каждая жизнь была как праздник Да, вот у меня, например Каждый день в жизни Все радость не радостнее становится Я помню, каким я раньше был Каким я становлюсь И что я планирую себе в будущем То есть каждый день должен приносить радость Снег ли на улице Дождь ли на улице Когда вы научитесь искать во всем позитив Там порвался носок Там каблук отвалился Сумочка порвалась Телефон потеряли Везде свой позитив Значит так должно быть Начальник, например, на вас кричит Ребенок там что-то недоволен Это все наши учителя Они нас учат жить правильно Они нам дают именно те уроки И не просто так на вас Накричал начальник Вы должны задумываться Не просто так вам кто-то на ногу наступил В жизни ничего просто так не происходит Мы должны все анализировать И понимать И ко всему относиться С чувством юмора С более позитивными энергиями Без депрессии естественно Отгонять вот эти вот глупые мысли Многие там одиноки Да, они курят от этого Многие неудовлетворены сексуальной Многие какие-то проблемы в отношениях В семьях Отношения на работе не складываются Люди стараются курить Кто-то растет, подростки Пытаются курить Всегда есть оправдание Что жизнь тяжелая Надо курить, пить и так далее Ну и так, начнем Есть такой раствор Неплохие результаты приносят полоскание раствором 0,25% раствором азотно-кислого серебра 0,1% раствором слаборозового раствора перманганата кали Или раствором эвкалиптового масла Такой же эффект достигается При полоскании водным раствором Танина и глицерина Полоскание рта этими препаратами Делает вкус табачного дыма Неприятным во рту И способствует выработке Отрицательной рефлексы курения Также есть иглорефлексотерапия Многие из вас слышали То есть я сейчас вам говорю о тех методах Которые просто могут вам помочь Они не являются основополагающими Основополагающим является то Что вы должны смотивироваться Что вы сделали ошибку в жизни Сейчас вы выросли Вы понимаете, что это вредит здоровью Помимо того, что вы Разрушаете свое физическое тело Вы еще и тонкие тела свои Внутри, которые находятся Тоже сжигаете Когда вы курите К вам подсоединяется энергетический паразит Который постоянно будет с вами в контакте От него просто так избавиться не получится Поэтому нужно время, чтобы он ушел Я уже в лекции о своих чувствах Энергетических паразитах Я рассказывал Кто не видел, можете посмотреть у меня на канале Есть это видео лекции Всегда нужно искать и себя мотивировать Когда, допустим, у вас есть сигареты какие-то Вы пытаетесь курить У вас привычка эта Вы тянетесь к этой сигарете Вы просто возьмите эту сигарету И посмотрите на нее И подумайте Вы раб этой сигареты Вы не свободный человек Вы раб Поставьте ее рядом с собой Смотрите на нее внимательно Вы раб А сигареты это наркотик Такой же наркотик, как и водка Спиртные и наркотики Вы должны реально это осознать Многие говорят А вот для нас не делают запретов на табакокурение Конечно не делают Это выгодно транскорпорациям и корпорациям Что вы курили и быстрее умирали Получают с вас деньги Плюс вы еще до пенсии, чтобы не доживали Раз, умерли Следующее поколение Помимо иглорефлексотерапии Которое осуществляется специалистами Есть также очень хорошие методы психотерапии Но эти методы не дешевые Делаются они определенное количество раз И психотерапевт Он проводит эти методы Вводит в гипнотическое состояние Используется для внушения Отвращения к табачному дыму И усиления впечатлений от информации О негативном действии курения То есть нужно настойчиво И многократно это повторять Психотерапевту Что курение крайне вредно для организма Ну смотрите, вы платите деньги Идете к психотерапевту И он вам в подсознании Туда прямо заносит эту информацию Но вы сами можете это сделать Без любого психотерапевта Многие люди приходят к врачу Например, а врач спрашивает На что вы жалуетесь? Вы также сами себе можете задать Эти вопросы Что болит? В каком месте? При нажатии При движении При вдыхании При выдыхании Просто у нас нет данных Нет информации Мы даже не понимаем Какие вопросы нам задать Нужно самому себе И мы сами можем ответить На все эти вопросы Просто главное Главное Немножко Напрячь свой мозг Есть очень такие Простые вещи для понимания Вы думаете, что Традиционные врачи Они прямо такие специалисты Да большинство из них Они вообще ни в чем не разбираются На самом деле Иногда думаешь Сколько заболеваний существует Сколько специалистов существует И даже они свою специальность До конца не знают От большинства заболеваний Они вас не вылечат Поэтому Когда вы находитесь в матрице Вы спите Даже не можете понять Что вокруг вас происходит То есть нет анализа То есть одна половина мозга От другой половины мозга Отключена То есть нет ассоциаций вместе Поэтому Когда вы меняете свой образ жизни Просыпаетесь Бросаете курить Пить Используете различные наркотики Чай, кофе Больше находиться на воздухе Да еще плюс Начинайте заниматься Различными дыхательными упражнениями Кстати, очень помогает Дыхательная практика Пострельниковой Люди проводили ченнелинг Что реально Эта гимнастика помогает Накапливает больше кислорода в крови В интернете есть Методика Стрельниковой Можете найти ее С упражнением все подробно описано Помимо гипнотических сеансов Иглорефлексотерапия Вы должны понимать Что кроме вас Никто не сможет это сделать Когда вы собираетесь бросить курить Вы должны убрать из дома Все, что напоминают Пепельницы Зажигалки Спички Сигареты Запахи Которые Напоминают о курении Не общаться с теми Людьми какое-то время Которые курят Чтобы вас не спровоцировали На курение Перед сном нужно писать Что я сильный человек Да, я не раб сигареты Я буду выглядеть лучше Я буду здоровым Да У меня будут белые Более белые зубы У меня кожа Не будет много морщин иметь А многие женщины боятся Что они наберут лишний вес Да, на самом деле Набирается Немножко лишних килограммов Но это только первое время А когда же организм Очистится от никотина Все потом восстановится Если же вы до сих пор Курите И не слышали о сыроедении ничего Не смотрели никогда Моего канала Других каналов сыроедических То я могу сразу сказать Когда вы в свой рацион Будете добавлять больше Фруктов, овощей Соков Зеленых коктейлей Так называемых То вы сами постепенно Будете понимать Что вам противен Табачный дым Вы будете постепенно Осознавать Что вы губите свой организм У вас будет внутри Появляться такие мысли Что это очень плохо Вы тратите деньги Добровольно Чтобы испортить Своё здоровье Помимо того Что вы курите Вы подаёте пример Другим людям Если же у вас есть дети Дети обязательно будут курить Большинство детей Будут курить Смотря на вас Папа курит Мама курит Там да Ребёнок на вас смотрит Ребёнок будет вас скопировать Если же вы Злоупотребляете алкоголем С сигаретами Обязательно будет вырастать Поколение разрушающие Западным странам Обязательно нужно Разрушить Россию Русский народ Многонациональный Русский народ Курить нельзя Нас доводят до того Чтобы мы скуривались Спивались Быстренько умирали Очищали эту территорию Для наших Врагов Это тоже Многие знают Кто занимается Этим вопросом Есть специальные программы Чтобы нам давать сигареты Русские люди Никогда не курили Не пили Это огромное заблуждение Что это традиционная Русская привычка Пить алкоголь Самый последний народ В Европе Который начал пить И познакомился с водкой Это были русские Когда Пётр Первый Привёз со Швеции Водку 14% И тогда постепенно Начала появляться На Руси Вот эта водка То есть Пётр Первый Это западник Настоящего Петра Первого Убили Кто читал об этом Можете и почитать Кто не знает Итак Первое Меняйте свой рацион питания Смотивируйтесь Для чего вы это должны бросать Во-первых Вы Когда Курите Вы должны задать себе вопрос Почему вы курите Какие причины Сопустили вашему курению Многие скажут Мне нравится курить Другие скажут Я увереннее себя чувствую Когда я начал курить Я познакомился с такими-то людьми У меня пошёл Там Какой-то бизнес в горы Яковы На самом деле Всё полная ерунда Можно найти любую ассоциацию Что допустим Если вы идёте в спортзал Да Вы там Больше становитесь сильнее У вас уверенность появляется Да Что вы можете подойти Познакомиться с девушкой Девушка идёт в спортзал Допустим Занимается Там фигура У неё более красивая становится Начинает больше фруктов Овощей есть Пить зелёных коктейлей Свежевыжатых соков Ту же зелёную гречку Овсянку сырую Размоченную То есть вы так же Становитесь уверенней Красивей Да Меньше макияжа Надо использовать Не надо тратить деньги На те деньги Которые вы Те деньги Которые вы сэкономите Можете себе подарки В конце месяца Покупать На непотраченные деньги На сигареты Это тоже плюс Всё время Ведите дневник Пишите Что вот Мол Что даёт вам Отказ от курения Да И когда целуешься С такими Да Приятнее целоваться Не несёт Изо рта Более эстетично Будете выглядеть Легче будет Устроиться на работу Снять квартиру Да Потому что Многие не хотят Сдавать курильщикам Квартиру То есть Это реально Надо понимать И дети Более здоровые Будут рождаться И сосуды Которые я видел Под микроскопом Они не будут Уже ломаться Организм Полностью сам Восстановится Нужно понять Это моё решение Освободиться От зависимости Окончательно Для меня Это жизненно Необходимо Надо всё время Проводить с собой Психоанализ Я там Уверен или уверен В своих силах Никакие ситуации И предложения Не заставят меня Изменить Своё решение То есть Нужно чётко понимать Что вы решили Если многие люди Начинают курить Потом бросать Курить Бросать В верхушках лёгких Мы когда дышим Мы не используем В основном верхушки лёгких Для резервного объёма дыхания И они обычно розовые Но когда мы начинаем Бросать Потом опять курить Вот в этих местах Могут появляться Как раз рак И наши лёгкие Реагируют На образование Новое образование Таким макаром Что если допустим Постоянно бросать И опять начинать Много раз То шанс Образовать Образоваться Раку Намного больше В лёгких У меня дед На руках умирал Умер от рака Лёгкого Я знаю Как тяжело Умирают эти люди Задыхаются буквально Когда раз Кислорода нет Человек умирает Потому что Дышать не может Я вообще не понимаю Зачем добровольно Себя Не понимая Люди обычно так делают Которые не понимают Для чего они живут То есть у них нету Стимула жизни Им сама жизнь не нравится Они пытаются найти В этих стимуляторах Хоть какой-то Какой-то кайф Какой-то интерес В кофе В каком-то тортике В сигаретах В каких-то глупых Привычках Занятиях Которые вообще В жизни ничего не дают Не дают Никакого духовного развития Не физическое тело Не приводит в порядок То есть Вот эти ложные направления У людей Их надо отрезать Просто Нужно начать Интересоваться Совершенно другими вещами Сколько в жизни Интересного На природе Что можно сделать Сколько интересных Занятий существует Помимо мышц Существует Еще мышца Вот это самое главное Мозг называется Ее тоже тренировать надо Когда вы будете Тренировать мозг У вас все изменится В жизни У вас подход Изменится К друг другу Подход К своему телу Изменится К самому питанию Если же вы мозг Не будете тренировать То Вы даже Не будете понимать Что вокруг вас Будет происходить Чем больше вы читаете Литературу различной Историческая литература Научная литература Постепенно Начинают В голове Выстраиваться Все вот эти кубики Что происходит С миром Какая наша Реальная история Кто мы такие Где наши корни Зачем мы живем Что такое Духовное развитие Как нужно Духовно развиваться Потому что Многие даже не понимают Что такое Духовное развитие Многие думают Что они ходят В театр Читают Какую-то художественную Литературу На выставке Это духовное развитие Вообще К духовному развитию Вообще Никакого отношения Не имеет Многие читают Какую-то Эзотерическую Литературу Но Интересное явление Как долбануло По проводам Первый раз Такую вижу Наверное Свет отрубило Прямо По проводам Искра Такие побежали Ну ладно Немножко Это отвлеклись Вот То что я говорю Это правильно Даже это символ И сигнал Тем кто курит Реально рекомендую Бросить Прямо сейчас же Не доводить До того Что У вас будут Какие-то заболевания Вы потеряете Просто эту жизнь Все люди Которые духовно Развиваются Никто из них Не курит Задайтесь вопросом Почему Никто не пьет Очень-очень редко На какие-то праздники Вина Может быть И так далее Многие люди У них возникает Всегда ассоциация Чувство Независимости Когда они курят Взросление Чувство Включенности В компанию В процесс Общения То есть Ощущают себя Частью группы Какой-то Благополучие Комфортно Спокойствие Ощущение Что Какая-то внутренняя Мягкость Ощущение Эмоционального Самоконтроля Происходит Расслабление Получение Ощущения Направленности Мысли Сосредоточенности Упорядовственности Мыслительного Процесса То есть Размышления Чувства Утонченности Уникальности Какой-то Можно бесконечно Это еще повторять Ковбой Мальбор С сигареткой Который умер От рака Давно уже Если кто не в курсе С какими ассоциациями Связано Конечно Курение У нас Что Первое Что необходимо Сделать Для того Чтобы освободиться С сигарет Это отделить себя От самого Процесса Курения Осознать Я человек Который использовал Процесс Курения Для достижения Определенных Важных Для себя Ассоциаций Подумайте Стоит ли Всегда Использовать Такой вредный Разрушитель Для вас Способ Здоровья О чем Я уже говорил После того Как вы решили Свои личные Проблемы Потребности В курении Обычно Отпадают То есть Вы всегда Найдите Что у вас В жизни Не так И решите Эту проблему Когда вы Закуриваете Заедаете Где проблема Любого человека Существует Эта проблема Когда вы Начнете Бороться Другими Подходами С этой Проблемой Вам гораздо Будет легче Бросить Курить Когда вы Будете Бросать Курить Вы Гораздо Будете Себя Чувствовать Более Уверенно Более Здоровые Будет Больше Энергии Меньше Спать Будете Лучше Будет Работать Головной Мозг Вы Обережете Себя От рака Легкого От инсульта От инфаркта Колоссальное Количество Различных Заболеваний Многие Не знают Что Курение Компотенции Ведет Потому Что Вот Этот Дым Он Проникает В кровь Сжигает Альвеолы Есть поверхность Через которой Всасывается Кислород Альвеолы Там Такая поверхность Всасывательная Есть Она Уменьшается Сжигаете Волосики Которые В бронках Находятся Которые Защищают От пыли То есть Уже Организм По-другому Работает Падает Иммунитет То есть Бесконечно Об этом Можно Говорить Какие Преимущества Еще Могут Быть Возвращается Обоняние Те кто Курят Они плохо Чувствуют Пищу Даже Вкусовые Ощущения Теряют Будет Это Восстанавливаться Еда Будет Более Вкусная Запахи Будете Чувствовать Ваши Пальцы И ноги Не будут Желтеть Зубы Светлеть Будут Дети С меньшей Вероятностью Вашей Начнут Курить Как я Уже Говорил Сможете Получить Более Лучшую Работу И Пойти На карьерный Рост Сэкономите Деньги Многим Друзьям Станет С вами Более Приятно Общаться Есть Такой Метод Еще Отказа От курения Когда Вы берете Сигарету Вдыхаете Ее Дым Вдыхаете В себя И начинаете Сжевать Вот этот Дым Жуете Раз Два Считаете Три Там Десять Секунд Пятнадцать Выдыхаете И пишете Один Вонючий Вдох То есть Когда вы Делаете Один Вонючий Вдох Вы должны Куда-то Уединиться Чтобы вас Никто Не видел Потом Опять Берете Сигарету Вдыхаете Дым Нос Закрываете Рот Тоже Не выпускаете Держите Нос И Опять Живки Начинаете Раз Два Три Четыре Пять Шесть Пошли До Поскольку Сигаретным Дымом Все рецепторы У себя В рту Убили Еще В гортане Там Настаются Еще Часть Рецепторов Вот Эти Кусовых И Тем Образом Когда Этот Дым Начинает Раздражать То есть Будет Такое Ищение Как будто Бычок Бросили в Туалет В сортир Где С мочой И Вот Этот Запах Кислый Вонючий Во рту У нас Будет У вас Присутствовать Постоянно И Каждый Раз Когда Вам Захочется Курить Вы Можете Зайти Куда Чтобы Вас Никто Не Видел И Затянуться Глубоко И Начать Жевать У себя Внутри Представляю Как будто Вы там Жуете Какой-то Продукт Мясо Или Еще Что Жуете Во рту Как Жвачку И Потом Через 15 Секунд Вы Дыхаете И Каждый Раз Когда Вам Будет Ходить Писать Сколько Вонючих Вдохов Вы Сделали То есть Это Тоже Один Из Методов Многим Это Помогло Каждый Раз Перед Сном Вы Должны Ввести Дневник Писать Что Я Сильный Человек Я Не Раб Сигареты Я Бросаю Курить У У Меня Сильная Сила Воли Я Очень Здравый Умный Человек Я Хочу Изменить Свою Жизнь То Вы Реально Должны Понять Смотивировать Без Мотивации Ничего Не Происходит Бросить Ее Раз И Навсегда Просто Раз Затоптали Ее Бросили Можно Очень Много Говорить О Мотивации У Каждого Она Будет Индивидуальная Многие Люди Вот Например Как я Если Взять Меня Как Я Себя Смотивировал На Переход На Сыроедение Мгновенно Все Произошло Прям Раз И Все Просто Я Вычитал Я Вообще Не Люблю Когда Меня Обманывают Когда Меня Начинает Обманывать Я Это Узнаю Меня Прям Выворачивать На Изнанку Начинает И Вот Также Когда Транскорпорации Начинают Вот Эти Все Внедрять В Наши Головы Что Ту Пищу Которую Мы Едим Мы Должны Есть Мы Без Ни Жить Не Сможем Многие Мне Пишут А Вот Ребенок Мой Ест Мясо А Если Откажусь Ничего Страшного Не Будет Это Всего Лишь Мясо Вы Не Убираете Ни Молочные Изделия Ни Кондитерские Изделия Ни Шоколадки Какие Ни Каша Ни Бобовые Куча Всего А Сарает Это Вообще Ничего Не Ест Практически Чувствует Все Нормально Большинство У Некоторых Проблем Иногда С Б 12 Возникает Это Больше Миф Чем На Сам Интересный Такой Метод Есть Такой Спрей Никаин Называется Да Я Постараюсь Вам Ссылку Под Видео Дать Если Я Забуду Вы Не Напишите Читал Отзывы Очень Люди Бросают Очень Элементарно То Спрей Брызгается В Рот Очень Хороший Спрей Никаин Называется Многие Из Америки Заказывали В Интернете Посмотрите Есть Русскоязычный Сайт Очень Говорят Я никогда не курил Не пробовал Бросать Поэтому У него Собственного Опыта Нет Даже Такого Желания Честно Говоря Нет Можете Попробовать Еще Вот Этот Спрей Он Реально Вас Огородит От того Чтобы Заново Начинать Курить Помимо Того Что Бросить Еще Продержаться На этом Долго Самое Основное Это Конечно Психологические Причины Зависимости Это Понятно Что Там Проблема И с Голосом Человека Может Быть Это Понятно То есть Людей Уже Как бы Это Не Прельщает То есть Не Не Пугает Там Рак Будет Еще Что 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 Там А То Что Вы Создаете Задаток Вперед На Будущей Своей Жизни Вы Не Развиваетесь Духовно Сжигаете Там Тонкие Тела Кстати Еще Один Очень Умный Человек Миллиардер Сказал Если Я бы Курил Я бы Не Добился Всего Этого Человек Который Не Курит Он Добивается Больших Карьерных Успехов Поднимается Быстрее По Карьерной Лестнице У Него Больше Шанс Найти Клиентов Заключать Сделки Заработать Больше Денег Более Больше Правильных Мыслей В голову Приходит То есть Видите Очень Очень Много Всяких Таких Мелочей Которые Очень Важны И Вы Которые Курите Люди Они Не Анализируют Эту Ситуацию Находитесь В матрице Ходите Там Смолите Непонятно Зачем Желтыми Пальцами Желтыми Зубами Отбеливаете И ходите Там И так Далее Кожа Более Грубая Становится Морщин Больше Появляется Кожа Более Толстая У людей Образуется Особенно Очень Важно Для Женщин Самое Да Основное Это Конечно Найти Альтернативные Пути Это Упражнение Которое Сказал Делать Надо Живки С вонючим Дымом Вначале Я сказал Еще Постараюсь Вам дать Вот эти Растворы И вот Этот Спрей Никаин Тоже Очень Сильно Помогает Про Курение Можно Бесконечно Говорить Доводы Приводить Если Вы Сами Не Смотивируетесь Не поймете Для чего Вы это Должны Делать То Никто Вам Не Поможет Ни Гипнозы Никакие Да Вы Просто Будете Приходить Тратить Кучу Денег На Этих Психотерапевтов Очень Много Сегодня Клиник Различных Существует Которого Выгодно Вас Бесконечно Лечить Брать С вас Деньги Сеансы Вот эти Проводить А вы Не Вникаете В соль Проблемы Пока Вы Внутри У себя Не Найдете Не Будете Радоваться Жизни Не Получать Удовольствие От Найдите Себе Какие-то Кулинарные Изыски Сыроедческие Начните Их Внедрять В свою Жизнь Чаще На природу Выходите Купите Квадроцикл В конце Концов Ездите На природу Отдыхайте Медитациями Займитесь Более Спокойные Будете Медитации Они Гораздо Легче Будут Способствовать Что Вы будете Более Спокойный Более Равновешенный Понимать Что Происходит У вас В жизни Какие Стимулы Какое Движение Какой Вектор Направления Развития Более Понятен Будет Внутри Более Чувствительное Станет Интуиция Более Развита Будет Понимать Людей Начнете Лучше Радоваться Природе Иногда Вы знаете Когда Обычный Человек Идет Просто По одной Тоже Дороге Он уже На что Не Обращает Нимания А когда Человек Сыроед Например Активный Жизненно Активная Позиция Радуется Жизнь Он идет По тому же Парку Ему каждый Сверчок Жучок Каждая Кошечка Собачка Ему нравится Он смотрит Обращает Нимание На дерево Подойдет Понюхает Как листик Пахнет Совершенно По другому Начинается Жизнь Видите Жизнь В других Красках Совершенно Это Все Могут Убрать Только Одни Лишь Сигареты И питание С алкоголем Поверьте Мне Сколько Людей Я видел С людьми Я много Общался В своей Жизни Дабы Десять лет Я отработал В хирургии В Центральном Научном Исследовательском Институте Занимался Наукой Поэтому Все это Я знаю Из моих уст Это не просто Какие-то слова Какие-то Вылетают Просто так Это реальные вещи О которых Надо говорить Не только мне И большинству Людей Чтобы многие Понимали Это Итак Будьте здоровы Мотивируйте себя Будьте красивы Духовно развиты Приучайтесь К медитациям И переходите На другой образ жизни Спасибо вам большое Всем пока